Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И вам, наверное, стало интересно, что там черкает такое? А это очередная концептуальная идея. Не, это просто идея. Дело в том, что я понял, что я хочу делать для стоков. И что я не хочу делать для стоков. То, что я не хочу писать, слова оставлять, это уже понятно. То есть я уже нашел выход, и у меня ребята работают, и пока бесплатно. И на шутер-стоке они уже пробили, фатолию пробили, и там идут следующие. В общем, стоков будет 7-8, я так чувствую. Так вот. И мне неинтересно снимать какой-то предмет справа, слева. Ну, как-то мне скучно это, понимаете. А потом еще это обрабатывать. Я не хочу. Честно, не хочу. И поэтому я придумал для себя подавать настолько только то, что несет какую-то мысль. какую-то идею. Большую, маленькую, поэтому так смейся, концептуальные, концепты, да? Да, ребят, ну просто с какой-то идеей. Обычно я весело настроен, поэтому идеи у меня, как правило, веселые, мультяшные такие. Не знаю, ну, наверное, от характера это идет. Я никогда не делал мрачные картинки, это не мое. Так вот, что я делаю? Смотрите. Да. Это цыпленок. Идея такова. То есть я хочу сделать цыпленка в гнезде. Там отложены яйца. И он первый. Понимаете? Вот он выскочил, да, у него сразу плакатик, на котором мы написали, я первый, или с днем рождения, или там, вот я, наконец-то, здравствуй, мир, как пишут эти программисты, да, все время. То есть интересная такая концепта, на мой взгляд, которую можно не только использовать в Пасху, но и в другое. То есть она такая всеобъемлющая, хотя кажется простая, да. Не знаю, дело в том, что я не хожу по стокам. Я не смотрю там ничего, дабы не заразиться там какой-то чужой идеей и случайно ее тут раз и за свою выдать. Поэтому, как бы, я не знаю, возможно есть, возможно, ничего нового нельзя изобретить. Ребята, я вам клянусь, можно только складывать пазлы. То есть там взять немножко, там взять, там, там, там и сложить пазл. Как правило, новые идеи дают только гении. Их немного, их на весь мир, за всю историю человечества, по-моему, было 39. Я говорю о таких идеях, которые, таких гениях, которые повернули всю историю промышленности, там, психологии или еще что-нибудь. Так вот, их говорят, всего 39. Один из них был тот, который изобрел токарный станок. Да? А это было еще, по-моему, при Петре. Но неважно. Так вот, я вчера подумал о том, что если стоки не принимают какие-то чьи-то игрушки. Ну, господи, у нас же руки-то тоже растут правильно. Ну, почему мы не можем сделать свои игрушки? Вот я вчера посидел немножко, вот сделал вот такого петушка. Да? О, о. Но, вы скажете, вот, а мы такое не можем. Поэтому я решил сегодня показать вам, как и с помощью полимерной глины сделать вот такого вот цыпленка, может быть, даже двух, и тем самым воплотить эту идею в жизнь. Вы знаете, честно говоря, меня бы не остановило, если бы я сейчас жил в каком-нибудь Урюпинске, да, и там не было бы полимерной глины. Я думаю, что меня бы это не остановило. Я бы пошел в магазин, купил силикон, который везде есть, и сделал бы себе такую глину. Есть куча рецептов в интернете, кстати. Я бы пошел в детский магазин, купил пластилин. Я бы сделал из пластилина, понимаете? Или же, если нет ни того, ни другого, я бы пошел бы по сусекам, по скреб и сделал бы колобок. Нет, не колобок, конечно. Я бы сделал соленое тесто. Из соленого теста можно делать прекрасные вещи, которые довольно-таки прочные, и которые можно раскрашивать и использовать. Поэтому нет тупиков, ребята. Запомните раз и навсегда, тупиков нет. Есть двери. Надо просто открывать правильные. Так вот, после такого философского размышления, что я сейчас буду делать? Так как эта концепция не укладывается в стимпанк, то есть мы сейчас с вами пойдем на мое рабочее место стимпанковское, но она не укладывается в стимпанк, поэтому я вам покажу ее здесь, как я это делал. Причем я постараюсь сделать не такого сложненького, скажем так, а попроще, попроще, который может повторить даже ваш ребенок. Может быть, он талантливый у вас, он вам этих таких цыплятов наделает, и с ними можно делать различные вещи. Вот первая вот эта вот идея, я сейчас ее осуществлю, осуществлю, а потом у меня в голове еще крутится несколько. Поэтому это, как немцы говорят, лонзих. То есть это оправдано будет, такие затраты временные. И вообще это интересно, если вы будете делать с детьми, да господи, они вам будут благодарны, что вот наконец-то папа или мама села со мной и что-то со мной делает. Понятно, да? Поэтому берем полимерную глину, я сейчас ее ближе там покажу, какую я взял. Так, возьмем, вот тут я яйца заготовил, купил такое сено. Да, в Германии приходится сено покупать. И стружку такую покупил, желтую, какую-то искусственную. И посмотрю, что лучше будет смотреться. В общем, хватит разговаривать. Вперед. Вначале я покажу, чем я пользуюсь. Это FIMO SOFT. В общем-то, обычно я пользуюсь PROFESSIONAL, но в этом случае это удалось купить быстро. Он мягче гораздо, но для детей есть еще KITS, тот еще мягче. Теперь сначала мы из этого материала скатаем шарики. Шарики нам нужны для того, чтобы определиться сразу с пропорциями. Так легче работать. Мы возьмем сейчас, сравним вот эти два, то есть у цыпленка всегда голова немножко больше, во всяком случае у мультяшного. Подчеркивает такую деткость. Детскость. Так, теперь возьмем, между двумя ладонями зажмем скатаем вот такой формы. Смотрите. Это сразу нам даст возможность сделать хвостик. Посадить вот корпус, и сразу и хвостик получился. Замечательно. У головы мы должны сейчас чуть-чуть изменить форму, то есть не просто круглая голова, а, скажем так, чуть-чуть приплюснута она вот с боков, чтобы щечки проявились. И тогда она смотрится гораздо лучше. Для крылышков я взял вот эти вот такие треугольнички скатал, и так как мне нужно какие-нибудь плакатики вставлять, то сразу сделал такой зажим. Видите, как бы зажал это все. Деревянную палочку, на которую я потом буду крепить плакатики. Вот. Выполняем вот такую форму. Это очень просто, в общем-то. Ну, а затем вот так. А потом возьмем и сделаем надрезы в виде расходящихся перьев. Вот так. И прилепим чуть-чуть сзади корпуса. Вот так. Теперь скатаем небольшую колбаску с круглыми краями. Вот так загнем. И сразу же и получим клювик, который и установим. Вот здесь. То есть помним, что голова приплюсана сверху. И вот в нижнюю часть вставляем клювик. Для того, чтобы сделать глазки, мы вначале с вами прокулем. Там, где они должны быть, сделаем вот такие углубления. Это поможет нам вставлять туда маленькие-маленькие шарики из черной глины. Вот так тоже закатываю, немножечко конус и туда вставляю. Готово. Один. И второй. Вот так он будет красиво смотреться. Для того, чтобы подчеркнуть глаза, давайте сделаем нижние веки. Вот так просто. Вот так. Раз. И здесь. Ну, еще чуть-чуть на ресничку, скажем так. Вот. Готовенько получилось все. Отлично. Можем ставить на корпус. Хорошо. Все красиво получилось. Так, как нам хотелось. По-детски так это. С крылышками. А теперь сделаем ножки. Чтобы сделать ножки, это очень просто. Мы делаем вот такую капельку приплюснутую. Подставляем ее. Если много, можно отрезать. Оторвать кусочек. То есть, большие шарики сделали, не страшно. Вот так. Сюда. И вырезаем треугольнички. Таким образом формируем сразу и лапки. Сделали. Одну. Также сделаем и другую. То есть, раскатываем такую. Шарик раскатаем в такую капельку. И сразу ее вот сюда поднесем. Большая. Отрежем. Без проблем все. Тема хороша глина. Она позволяет быстро исправлять какие-то недочеты. Точно так же делаем здесь треугольнички. Так. И вырезаем. У нас он почти готов. Теперь нам надо сделать еще наверх хохолок. Для этого я сейчас пересажу на другой. Плиточку вот так пересадил. Вот здесь наверху надо сделать хохолочек. Кусочек глины. Катаем колбаску с острым концом. И вот примерно, сейчас покажу, вот такая махонькая. Здесь ее прикрепляем и закручиваем вперед. Вот так. Получился такой задорный хохолочек. Управили, посмотрели. Давайте поглядим. Вот так выглядит уже птенчик. Он очень похож на мультяшного птенчика, что мне, в общем-то, и хотелось. Чтобы усилить этот эффект, надо навести ему румяна. Ну, тут кто чем может воспользоваться. Можно даже карандаш какой-нибудь красной бритвочкой подточить, пыльцу такую сделать. Или, может, пастель у кого-то есть. Или румяна, может быть. То есть, тут выбор за вами. И после того, как мы это все навели, эти румяна, да, мы поставим в печку минут так на 20, я думаю. При температуре 110, мне кажется, этого будет достаточно. Пока там цыпленок жареный, цыпленок пареный будет, ну, сейчас я из этого пакетика вообще настоящая сена и пахнет сеном. И давайте мы тут такую композицию с вами устроим сейчас. Главное, это, чтобы вот этим местом маркировать, не попасть сюда. Где-то я вот так себе планирую. И в середине поставить этого маленького и сфотографировать. То есть, вот так я все установил. Видите, тут шапочка у него. Плакатик. И при зрелом размышлении я отказался от корзинки. Она как бы портила это все. Поэтому вот снимем именно в таком ракурсе. Я выставил сейчас фокус на самом птенчике. Сфотографирую. Так, чуть сдвинем. Не совсем удалось. Вот так. Хорошо. Ну и теперь я чуть-чуть подвигаю еще. Может быть, чуть-чуть вот так. Влево. А потом в фотошопе уже посмотрю, что наиболее хорошо смотрелось. Как вы видите, схема не претерпела никаких изменений. Так оно и будет у меня для съемки стоков. Ну, имею. Такое. Так. Сейчас я хочу вам еще показать тот самый эксперимент. Последствия. Посмотрим. Посева травы. Вот. Это из тех квадратиков заплаток, которые мы с вами сделали. издалека смотрятся вроде бы неплохо, но видим, что редковато еще пока. Может быть, еще поднимутся. Кошачий этот меня разочаровал. Ну, растет сразу длинными такими. И, ну, не знаю, мне что-то не особо это нравится. Вот тот из канистрочки такой, он вроде бы как дает больше, лучше результат. Я думаю, что дня через два тут можно будет уже что-то снимать, фотографировать, да? Ну, вот, дорогие друзья, вы с вами посмотрели, как вот от идеи по черкушечке вот такой, да, вы помните ее, мы приходим уже к фотографии. Вот, которую я сейчас сделал. Также я взял крупным планом. Я, наверное, сделаю еще, мне так нравится, что я сделаю, скорее всего, все-таки его сидящим, может быть, на осколках яйца одного еще. То есть, это же наша игрушка, понимаете? И мы можем ей распоряжаться как угодно. Я не знаю, как пишутся эти релизы, мне помощники мои помогут, конечно, но, во всяком случае, вот это видео будет доказательство для этих маразматиков со стоков, что я это сам сделал. А теперь и вы это умеете. Я надеюсь, что вам видео понравилось, и мы с вами дальше начнем креативить, концепты делать, идеями, питаться. И не забывайте, что у нас сейчас есть альбом в группе, ставьте туда фотографии, мне будет очень любопытно посмотреть на ваши идеи. А пока фирма Петерсона и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. Всего вам доброго, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова